Садуру, лошади искусы всегда логичны и понятны. Но в то же время вы проводите грандиозное празднование религиозного фестиваля Махашеваратри в Центре Йоги Иша. Для такого молодого человека, как я, эти религиозные праздники кажутся устаревшими ритуалами. Поэтому я хочу знать, какую значимость Махашеваратри имеет для молодежи. Спасибо. Начнем с того, какой праздник вы бы хотели. Может быть, только День Святого Валентина или что-то в этом роде. Но это тоже религиозный праздник. Это же Святой Валентин. Итак, что же такое Махашеваратри? Вам необходимо понять следующее. Есть определенные... В Индии 365 праздников в году. Да? Сегодня из-за экономических причин и из-за того, как мы организовали нашу работу и все остальное, многие из них остались забыты, но до сих пор активно проводятся от 30 до 35 празднеств, а может и больше. Разными людьми отмечаются примерно 50-60 праздников. Но и это число тоже уменьшается. В основном с размахом празднуются, может быть, около пяти или шести. Некоторые из них социальные, некоторые могут быть и религиозными, но таких очень мало. Некоторые из них связаны с календарем. Почти каждый индийский праздник связан с календарем, с тем, что происходит в Солнечной системе. Мы хотим сделать что-то, что способствует тому, что происходит в этот день в остальной части Солнечной системы. Это важно, потому что то, что вы сейчас называете своим телом, этот человеческий механизм, он произошел из этой планеты. Большинство людей не понимают этого, пока их не похоронят. Они думают, что пришли откуда-то. Нет, с телом все не так. Солнечная система работает как гончарный круг, чтобы создать его. Так что все, что происходит в Солнечной системе, каким-то образом происходит и с вами. Так что за тем, что сегодня происходит в Солнечной системе, очень внимательно наблюдают. Соответственно, мы создали один из праздников, который отмечаем определенным образом. Итак, в ночь Махашваратри, если говорить коротко, потому что тема, которую вы затронули, довольно сложная. Это день, который не каждый год выпадает на одну и ту же дату в современном календаре. В этот день происходит естественное... Потому что планета не вращается только так. Она вращается определенным образом. И есть процессия планеты. Вы знаете, что такое процессия? Я говорю о том, что такое процессия с точки зрения планеты. Плазь планеты не просто вращается. Она двигается вот так. Это колебание. У планеты всегда есть колебание. Из-за этого колебания создается определенная ситуация на планете. Поэтому в этот день, особенно в северном полушарии, или, вернее, только в северном полушарии, происходит естественный всплеск энергии. Существует естественный всплеск. Я не верю во всю эту энергию. Ну и не верьте. Просто сядьте на берегу в ночь полнолуния. Разве океан не поднимается? Да. Итак, в день новолуния или полнолуния видите ли вы, что даже океан пытается подняться? Больше, чем две трети вашего тела — это вода. Что заставляет вас думать, что вода внутри тела тоже не отреагирует? Все жидкости в теле также реагируют. Так что вы увидите, что такая реакция есть везде. Если вы когда-нибудь были в психиатрической больнице, нет, вы могли просто зайти как посетители. Вы увидите, что в дни полнолуния и новолуния все проявляют особую озабоченность, потому что те, кто психологически нестабильны, становятся гораздо более беспокойными. Люди думают, что луна вызывает безумие. Вот почему возникли слова «лунатик», «лунатизм» и все такое прочее. Луна не вызывает безумия. Она просто тянет все наверх. Если вы немного сумасшедший, она делает вас еще более сумасшедшим. Вы немного любящие, она делает вас более любящими. Вы немного медитативны, она делает вас более медитативными. Что бы ни было вашим качеством, оно усиливается, потому что она действует как своего рода подъемник в системе. Именно в этот день. После солнцестояния в декабре. 22 декабря — зимнее солнцестояние. После этого планетарная процессия такова, что в эту конкретную ночь происходит очень мощный естественный подъем энергии. Если в эту ночь вы примете горизонтальное положение, то когда энергии в вас будут пытаться двигаться вверх, вы как бы будете препятствовать этому. Дело не только в том, что вы упускаете при этом нечто полезное. Вы также можете нанести себе вред, причем довольно ощутимый. Все это важно для вас только тогда, когда вы хотите быть полноценным человеком. Когда я говорю о полноценном человеке, это значит, что такой человек хочет, чтобы каждая способность, которая только может быть открыта, была для него открыта. Есть и такие, кто к вечеру уже пьян и спит мертвецким сном. То, что вы хотите убить в себе, решать вам. Если вы хотите быть полноценным человеком, это значит, что вы хотите ощущать в полном объеме все, что с вами происходит. Вы наблюдаете за всеми этими небольшими изменениями, которые происходят в системе, и заботитесь о них. Итак, в эту ночь вы хотите сидеть прямо. Вы хотите, чтобы ваш позвоночник был выпрямлен. Когда энергии движутся вверх, вы хотите помочь им и дальше идти вверх, а не так. Поэтому мы создали то, что называется джагаран, что означает оставаться бдительным и быть в вертикальном положении. Как удержать людей в вертикальном положении? Просто попросить их посидеть, и вы думаете, они будут сидеть? Если я попрошу вас просидеть здесь еще 5-6 часов, вы будете сидеть? Нет, я должен развлекать вас. Итак, в этот вечер мы празднуем с 6 вечера до 6 утра, 12 часов, без остановки. Музыка, танцы, медитации — это проводится для того, чтобы все оставались бодрствующими. Почти миллион человек собираются вместе, и у нас все больше и больше участников. Теперь у нас есть большие экраны в более чем 130 городах Южной Индии и по всей стране. Люди собираются у них, очень многие не приезжают сюда, но все же празднуют. Здесь же собирается более 700-800 тысяч человек, и более 86 каналов транслируют праздник в прямом эфире. Так что мы даже не знаем, сколько миллионов людей смотрят трансляцию. В прошлом году говорили, что было около 6 миллионов зрителей. В этот раз будет гораздо больше. Фестиваль так вырос, потому что люди находят в нем пользу. Сделайте только одно в эту ночь. Не напиваясь и не накачиваясь наркотиками, просто сидите бдительно. Если вам не нравится праздник, можете просто сидеть вот так. Дело ваше. Так что вам необходимо понять, что человеку нужно празднование. Если в вашей жизни должно произойти празднование, вам нужно какое-то чувство игривости, иначе никакого празднования не будет. Большинство людей могут праздновать, только если вы их напоите. Я покажу вам миллион человек, собравшихся в одном месте, в котором ни капли выпивки, но вы увидите, что всю ночь ни один человек не будет спать. Все просто продолжают праздновать. Продолжение следует...